Добрый день! В рамках ежегодного российского юридического форума «Юриспруденция образования, наука, карьера» мы сегодня проводим телеконференцию на тему «Новые возможности для каждого». А у нас в гостях сегодня заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина Александровна Боровская. Ей сегодня можно задать вопросы. Модерировать этот сложный технический процесс будет мой коллега заместитель руководителя российского юридического клуба по развитию Зрелов Александр Павлович. Я ему с удовольствием передаю слово для дальнейшей работы. Спасибо. Итак, мы начинаем нашу очередную телеконференцию. Очень приятно, что мы после ремонта этого зала вернулись наконец на нашу привычную площадку. Традиционно у нас сейчас на связи ряд российских регионов. И, как мы договаривались, первое слово мы предоставляем Волгограду. Волгоград, слышите нас, видите нас, отзовитесь. Итак, мы готовы слушать ваши первые вопросы. Волгоградский государственный университет приветствует вас. В нашей аудитории присутствует ректор Василий Валерьевич Тараканов, директора институтов, преподаватели и сотрудники, а также студенты и аспиранты Волгоградского государственного университета. И мы хотели бы задать вам следующие вопросы. Добрый день. У меня вопрос к Марине Александровне. Меня зовут Полусмакова Наталья Сергеевна. Я кандидат экономических наук. Я являюсь руководителем проекта интеллектуального консорциума в рамках программы «Доступно дополнительное образование для детей». В рамках федерального проекта нового возможности для каждого одним из основных мероприятий является утверждение стандарта создания и функционирования центров опережающего развития дополнительного профессионального образования на базе действующей сети образовательных организаций. Одно из основных результатов является создание к 2024 году в регионах 150 центров дополнительного профессионального образования. центра организации предъявляемых образовательных организаций для создания на их базе центров и будут ли создаваться центры на базе образовательных организаций являясь их структурным подразделением или образовательные организации предоставляют лишь ресурсы для функционирования таких центров кадровые, материально-технические. Спасибо. Спасибо большое. Мне, во-первых, очень приятно приветствовать всех вас. Я очень сильно должна перед вами извиниться, что мы не вовремя начали нашу встречу, потому что технические трудности, и я не смогла своевременно прибыть, но я постараюсь в вопросах, ответах, в той дискуссии, которая у нас с вами будет, немножко компенсировать это. И, конечно, спасибо вот за первый вопрос Волгограду, потому что национальные проекты, они предполагают, что мы все-таки хотим, чтобы вовлечение было максимально возможно, чтобы все организации, университеты, все площадки, на которых сегодня идут программы образования, доп. образования, доп. проф. образования, чтобы все они были вовлечены в этот процесс. Конечно, когда мы говорим о критериях, мы, безусловно, обсуждаем с вами, с общественностью и обсуждаем те предложения, которые сейчас мы в эти критерии внесем. Нам важно понять, насколько учреждения готовы, во-первых, обеспечить прием всех. И сегодняшняя встреча названа самым замечательным образом, потому что один из федеральных проектов в рамках национального проекта образования как раз и называется «Новые возможности для каждого». И очень бы хотелось, и вот смотрите, в какое чудесное время сегодня вы как студенты находитесь, когда мы говорим, что человеческий капитал, он прирастает к качественным образованием. Именно качество образования определяет то, на что вы сегодня можете быть ориентированы и как можно свое вот это вот качественное образование трансформировать в успешную карьеру, в продвижение себя, в решение профессиональных задач и так далее. Поэтому, когда мы говорили о создании подобных центров, мы хотим понять ресурсы образовательных организаций, ресурсы высших учебных заведений, университетов. И нам хотелось бы, чтобы на площадке вузов появились вот эти вот центры, которые дают возможности для тех, кто уже находится в более старших возрастных группах, но интересуются тотальными диктантами, русскими историческими обществами, русским географическим обществом, интересуются разного рода проектами, которые цифровая экономика предлагает, проектами цифровой грамотности, проектами, связанными с финансовой грамотностью. Для вас, юристов, проекты, связанные с правовой грамотностью, юридические клиники, которые сегодня у вас открыты и действуют, нам хотелось, чтобы возможность получить Мы можем получить такую, скажем так, дополнительную квалификацию в виде доп. образования, чтобы эта возможность, безусловно, была у всех. Меняется время, меняются условия, вводятся новые модули образовательные. Мы понимаем, что сегодня юрист без IT-технологий, без умения пользоваться соответствующими информационными кейсами не может чувствовать себя уверенно. Поэтому это тоже дополнительные опции и дополнительные блоки, которые должны быть введены. Поэтому сейчас идет серьезная работа по формированию критериев для создания подобных центров. Мы будем благодарны вам. И нам кажется, что вот этот огромный российский юридический клуб, он может стать таким серьезным для нас правовым основанием для поддержки тех решений, которые сегодня вы будете принимать в части реализации национальных проектов. Поэтому спасибо коллегам-организаторам. Очень благодарю вас за это. И хочу, чтобы вы не остались равнодушны к происходящему. Чтобы вы понимали, что вот этот как раз формат появления новых образовательных треков, он в первую очередь должен быть сопровожден правовыми историями. Ну, например, в портфолио у вас эта форма учета знаний, она сегодня как-то нами не до конца востребована. Мы не очень понимаем, как с ней работать. А здесь возникает достаточно четкая правовая конструкция, по которой мы понимаем, что молодые люди, которые обратятся в эти центры на доп. образование, должны конвертировать свое знание в конкретную, то есть свой навык, знание и умение, то, что вы получаете в процессе образования, должны уметь конвертировать это в конкретную квалификацию. Правда? Которая на рынке труда будет востребована. Насколько вот эта сетка квалификаций совпадает с знаниями, навыками и компетенциями, которые вы получаете здесь, вот это как раз задача, которая перед нами сегодня мощно стоит. Любой ваш навык, знания и компетенция, данные вам в процессе образования, должны быть при помощи этих центров, подобных платформ, трансформированы в ту самую квалификационную рамочку, которая необходима и интересна на профессиональном рынке. Поэтому ждем от вас предложений, включайтесь. Следующий вопрос. Спасибо за исчерпывающий ответ. Следующий вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос к Марине Александровне. Я магистр Института права, Лучков Максим Игоревич. И вопрос у меня следующий. Будут ли университеты страны разделены на три категории по типу аккредитации? Это ведущий, продвинутый и базовый. Ведущий аккредитацию получат те вузы, которые обязуются свои курсы по профильному направлению и значительное число курсов по выбору готовить сами и предоставлять в онлайн-форме и сделать доступными для широкой аудитории. Затем в продвинутую категорию относятся те вузы, которые смогут свои курсы готовить сами. И в третью группу, то есть базовую, попадут те вузы, которые обязуются заместить 70% занятий онлайн-курсами. Что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Вы знаете, ну вот представьте себя, то есть вы находитесь в университете, который прям сразу попал в эту самую базовую группу, которая обязана не очень учить. Ну, так же не бывает, правда? То есть мы все находимся в университетах, мы все выбираем для себя те университеты и те направления подготовки и тот преподавательский состав, который нас интересует. И когда мы думаем о своей карьере и профессии, мы должны уметь воспользоваться всеми предложенными нам возможностями. Вот смотрите, для этого двухуровневая система образования, да, то есть ты можешь бакалавриат выбрать в том городе, в той стране, там, в той территории, которая тебе удобна, понятно, которую ты знаешь и для, ну, и материальной стороны с родителями связаны будет определенное удобство. Но дальше ты понимаешь, что бакалавриат, полученный здесь, конечно, должен быть каким-то образом подсказать путь к следующей карьерной истории, правда? И тогда ты обращаешь внимание на свой университет, а с какими же онлайн-площадками или с какими сетевыми партнерами работает ваш университет, в частности, Волгоградский гос, большой привет ректору, да. И вы выбираете и смотрите, что ваш университет работает в сетевых проектах с ведущими университетами, где юридический профиль занимает первое место, допустим, среди вузов страны или второе место в этой предметных рейтингах. И, конечно, вам, как специалисту, желающему получить наилучшую карьеру, вам интересно попасть туда на обучение. И сегодня двухуровневая система не ограничивает молодых людей, она дает возможность, вот инструменты созданы, выбирать свою карьеру, выстраивать ее. И вы спокойно едете в магистратуру, вы выбрали магистратуру Волгоградского университета тоже по каким-то своим причинам. Но дальше наступает следующий уровень образования, это аспирантура. И вот эти возможности сегодня у вас есть. Вы должны уметь воспользоваться этими возможностями. Это касается и вертикальной мобильности бакалавриат, магистратура, аспирантура. Это касается и горизонтальной мобильности выбрать разные модули в разных университетах для того, чтобы выстроить свой индивидуальный трек. Что касается университетов. Университеты это огромная научно-исследовательская инфраструктура и образовательная. Университеты сегодня имеют кто-то больше научно-исследовательской базы, на которой происходит образовательный процесс. Кто-то считает, что эта база есть, но в большей степени они заняты технологическим обучением бакалавров и так далее. Каждый университет свою концепцию, так же как и вы свою профессиональную карьеру выстраивает самостоятельно. Каждый обсуждает для себя, какие референтные группы он для себя возьмет в качестве лидеров. Например, выбирает для себя университет, который кажется ему ведущим в мире и берет его себе в референтную группу и в отношении этого университета выстраивает свою стратегию. Другой выбирает для себя задачу попроще и поэтому выстраивает свою стратегию с учетом этих ожиданий. Очень многое зависит от профессорско-преподавательского состава и той стратегии, которую выстраивает университет. Но сказать о том, что это государственная программа деления, нет, это неправильно, такой программы быть не может. Мы не за статусы, мы за конкурсы. Любые конкурсы должны позволять университетам войти в группу ведущих, заняться онлайн-образованием, встроить своих профессоров в ведущие научно-исследовательские проекты, понять и помочь своим профессорам создать у себя научно-исследовательские проекты. Вот эти все возможности существуют. Конечно, во многом это зависит от амбиции и ожиданий самого университетского сообщества, ученого совета, профессорско-преподавательского состава. И очень хочется, чтобы все коллеги, университетским коллегам обращаюсь, были этими амбициями охвачены. Потому что успех двухсторонний. Университет берет в себе лучших профессоров, которые продвигают бренд этого университета. Лучшие профессора тоже попадают в ведущие университеты и тем самым получают для себя блестящие карьерные истории. Потому что попасть в лучшую компанию, корпорацию, страны, мира, это всегда приятно, всегда очень престижно. Поэтому мы все, конечно, хотим этого. В 2004 году в мире появились рейтинги. Это был первый опыт. Почему? Возникла необходимость поранжироваться и посмотреть, а кто же где находится. Конечно, мы не за рейтинги. Мы за то, чтобы у каждого университета или у каждого профессионального специалиста появлялась возможность понять, в какую группу он все-таки попадает, как он себя чувствует в той или иной профессиональной среде. Поэтому со стороны государства никаких попыток разделить нет. Со стороны вуза есть стратегия понять, в какой же все-таки категории, группе, в каком профессиональном поле мы хотим себя видеть. Хотим мы стать научно-исследовательским университетом, на базе которого развивается образование. Хотим мы стать университетом технологически выстроенным, который обучает студентов и дальше передает их в магистратуры. Хотим ли мы пользоваться образовательными программами, которые покупаем в мире или создаем их сами. Поэтому здесь очень много зависит от их стратегии. Спасибо. У нас достаточно много сегодня участников, поэтому, во-первых, обращаю внимание московской нашей аудитории, что возможность задать вопрос вас может предоставиться совершенно неожиданным образом. Поэтому, пожалуйста, готовьте ваши вопросы. И сейчас все-таки третий вопрос из Волгограда. Мы хотим услышать. Здравствуйте. Меня зовут Климова Наталья. Я студент Института управления региональной экономики, председатель студенческого научного общества. Марина Александровна, у меня вопрос. Какова стратегия министерства по отношению вузов, которые ведут подготовку по непрофильным для этих вузов направлениям? Спасибо. Спасибо большое. Ну, вы знаете, коллеги, вот когда-то, лет уж, наверное, 15 назад, да, такая, ну, эти дискуссии все, они периодически проходят и возвращаются. И, в общем, такой процесс, как бы, так сказать, постоянный. Была дискуссия, потому что в нашей стране были университеты, академии и институты. И на тот момент в законе об образовании была попытка вот классифицировать эти истории. То есть мы, сколько, 20, наверное, лет назад это было, да, это была достаточно устойчивая такая позиция. Мы понимали, что академии у них, как бы, вот такое узкое профессиональное поле. Институт – это более ведомственная такая, ну, отраслевая история, да, те вот у нас с тех времен, есть еще в названиях университетах, сохранились технологические университеты, да, там, университеты технические, политехнические и так далее, да. Вот, то есть появилась вот такая градация в отношении института и появилось универсальное образование университет. В университете можно было, обучаясь, получить направление подготовки не только по выбранному профилю, но еще и добрать соответствующие блоки. Вот я в свое время заканчивала специалитет Ростовского государственного университета. И специальность, по которому выпускалась я, называлась, ну, то есть квалификация, вернее, которая мне была присвоена по окончанию университета, называлась преподаватель политической экономии, экономист. То есть университетское образование предполагало, что всегда позиция преподавателя, то есть возможность прийти в сферу, она была поддержана соответствующим модулем и блоком педагогики. И у нас обязательно была педпрактика, мы обязательно выходили на ведение семинарских занятий в разных университетах страны. Но рядом с нами были отраслевые университеты, институты народного хозяйства, например, всякие другие университеты. Но дальше наступил следующий этап, вот это тоже становление рыночных отношений, появление, когда закон спроса и предложения регулирует целый ряд вещей. И сегодня мы присутствуем в университете, где в нефтегазовом появился целый факультет, юридически огромный, мощный, признанный. Мы понимаем, что специалисты из этой сферы так или иначе видят профессиональную группу промышленников, идут работать в крупные корпорации, потому что, конечно, на их профиле обучения накладывает и профессиональная сфера свой интерес. Сказать, что это обязательные условия для этих юристов, нет. Сказать, что это какое-то ограничение на профессиональном поле, нет. Но есть возможность строиться в профессиональный рынок тех специалистов, которые здесь занимаются. Вы знаете, мы сегодня хотим, чтобы российское образование, наше российское, и это в национальных проектах поддержано, вышло на мировые конкурентоспособные позиции. И вот с этой целью тогда, 15-17 лет назад, появились университеты. И сегодня все сообщество, которое находится в стране, это порядка 800 вузов, каждый из них имеет, почти каждый, имеет статус университета. Почему? А потому что они предоставляют как раз универсальное образование в части модулей, стандарты 3++ нам позволяют, ну, все третьи стандарты позволяют нам это делать. Вот. И универсальным является в плане еще и именно освоения вот этих вот знаний. Ограничения тех вузов, которые находятся сегодня не под ведомством, как юристам вам понятно, а не под федеральными органами исполнительной власти министерскими, а находятся под такими ведомствами, как Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, они в своей массе сегодня тоже в большей степени ведомственные, а не отраслевые. Потому что у них также есть юристы, подготовка, подготовка психологов, специалистов разных других профилей, что не очень отвечает ведомству. В этой части стратегия в отношении университетов, она, знаете, формируется под воздействием, собственно, того спроса, который возникает. Что-то произошло, да? Вот. Возникает... Некому отвечать? Вот. Под воздействием того спроса, который возникает. Поэтому стратегии на то, чтобы их каким-то образом лишить возможности... Можно говорить, да? Продолжение? Да. Мы можем уже перемещаться в Нижний Новгород. Спасибо. Нижний Новгород. Вы нас слышите, видите? Подайте голос. Нижний Новгород, ау! Так, пока подключается Нижний Новгород, как раз есть возможность в московской аудитории. Кто желает задать вопрос? Так, микрофон в зале у нас. Поднимайте руки. Давайте. Сейчас. Бежит микрофон. Носитель микрофона. Бегом. Бегом, 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 бегом. Бегом, бегом, бегом. Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Спасибо. Ну, что касается вопросов трудоустройства, такой вопрос, наверное, как юристам бы, да, в большей степени хотела ответить, как профессиональному сообществу, так скажу, да. Мы же понимаем прекрасно, когда университет ведет набор на то иное направление подготовки, этот набор, ну, имеет какую-то дальнейшую стратегию, да, от какой-то продвижения. Мы понимаем, что университет, по сути, да, ну, несет ответственность за тех выпускников, которых из школ привлек в себе на те или иные образовательные программы. И приглашая вас на образовательные программы, приходя на день открытых дверей, они вам говорят, будете работать там. Придут такие-то дни карьеры. В эти дни карьеры придут такие-то корпоративные партнеры, которые предложат вам соответствующее место работы. И с учетом этих ожиданий вы выстраиваете свою стратегию, вы смотрите, какие корпорации вам интересны, как выстроить свою образовательную линию в процессе обучения. И, конечно, мы наблюдаем, как ведомство, мы наблюдаем за тем, насколько сегодня вот тот самый спрос при наборе совпал с предложением при выпуске. Для нас это важно. Мы хотим понять, университет, который выполняет свои образовательные программы, он пользуется спросом сегодня, его специалисты на рынке труда. За его выпускниками стоят очереди. Эти выпускники востребованы. Они не требуют переобучения и повышения квалификации и готовы сразу приступить к той деятельности, на которую пришли. Эти выпускники на сегодняшний момент имеют те профессиональные знания, навыки и компетенции, которые квалификации на рынке труда и какой уровень этой квалификации. Поэтому, когда идет итоговая аттестация, да и промежуточная, она строится по определенному приему. Есть несколько позиций, по которым мы оцениваем выпускника и смотрим, под какие квалификации он подходит. И дальше пытаемся ему, и это входит в обязанности руководителей образовательных программ, и при тех характеристиках, которые мы даем в портфолио, которые хотим отразить. Мы смотрим, какая же у него профессиональная направленность. Он процессник, может вести хорошо ту работу, которая связана с какими-то техническими или организационными последовательными действиями. Или он больше специалист проектный. Поэтому сегодня мы очень жестко наблюдаем за этим. Критериев качества выпускника, вообще вуза, их три. Первый критерий – это качество входа. Мы хотим отобрать лучших, и каждый университет заинтересован в том, чтобы к нему пришли все лучшие и лучшие. Он бал ЕГЭ наблюдает, отбирает, смотрит и понимает, что чем лучше он отобрал на входе, тем выше интерес к спросу на этих выпускников там. Второй критерий – качество образования. Он записан в законе об образовании. Статья вторая, не помню, по-моему, пункт 19 этой статьи. Там написано, там длинная такая статья, там все про качество. И написано, что это степень освоения планируемой образовательной программы. Следовательно, для нас с коллегами есть такой процент, по которому мы смотрим. Если мы 65% своих выпускников, ну 65 и выше, при тестировании оценили как успешные, значит мы справляемся. Но персонально для каждого из вас важно, а не попали ли вы в 35 тех, которые как-то не очень. Понимаете? И тогда возникает вопрос. Каждый хочет себя протестировать сам и понять, какой процент остаточных знаний по освоению программы всех уровней у него остался. И он смотрит, если он сам соответствует 65-35, он говорит, ну ладно, еще я как бы попадаю в профессиональную вилку, более-менее нормально. И, конечно, он очень хочет попасть в вилочку 90-10, например, да, ну что-то из остаточных выпало. А вот если он 90 сам для себя показал остаточные знания, он чувствует в себе силу, он говорит, я хочу, чтобы вот так меня квалиметрировали, да, потом на рынке труда тоже. Вот это вот выполнение степени освоения планируемой образовательной программы, это важная профессиональная рамка и важный критерий для оценки качества выпускников. И всегда бойтесь не попасть вот в эту долю тех, которые в принципе были, в принципе находились, но, к сожалению, они попадают в позицию вот этой самой, ну, как бы так сказать, снижения или как это, невостребованности. Это важно. Сегодня мы говорим круговую 72% процент трудоустройства выпускников вузов российских. Мы хотим, чтобы вузы несли ответственность за степень освоения планируемой программы, но нести ее одному преподавателю или руководительной программы нельзя, это ответственность двухсторонняя. Выпускник, то есть партнер, человек, находящийся на образовательной программе, тоже в ответе за вот эту процентную расстановочку. И если для нас это работа, и мы находимся в освоении, то для вас это получение профессии и карьеры. Смотрите, не бойтесь тестироваться, проверяйте себя на каждом шаге получения новых знаний. И вы же смотрите в зеркало и смотрите, сочетаются цвета одежды. Так вот, не бойтесь себя так же тестировать, сочетается уровень знаний, ожидания от знания. То есть вы шли, имели там, ну, английский легче всего проверяется, да, имели там такой-то уровень, а тут вы прошли курс обучения, с вас взяли там приличные деньги на какой-нибудь там из программ, вы проверяете в конце, а уровень ваш не изменился. Понятно, что претензии и к себе, но и к курсу, который вы слушали. Поэтому старайтесь это учить. И третий критерий качества трудоустройства, вернее, качества выпускников – это трудоустройство. Во всем мире сегодня 50% рейтинговых баз для всех университетов мира складывается от позиций, связанной с работодателем, где-то 20% от тех работодателей, которые обращаются к университету. Они же, как правило, и выпускники этих университетов. И вторая позиция, вот 30%, это трудоустройство. Сколько выпускников востребованы, разошлись и оказались как бы вот в профессиональном мире. Мы наблюдаем за средней заработной платой этих выпускников, наблюдаем за амбициями. Университеты очень гордятся своими выпускниками. Вы видите, да, вот каждый там этаж, везде пронизан теми выпускниками, которые в свое время давали имя университет. Очень хочется пожелать и самим студентам уметь гордиться именами своих университетов. Это тоже важная позиция. Мы не очень умеем это делать, и, к сожалению, это не дает нашим университетам рейтингов, уверенности и признания, потому что выпускник предпочитает, ну, как-то, в общем, скомкать эту историю. А гордиться надо. Надо уметь гордиться фамилией, это важно, потому что это имена родителей, это традиции. Надо уметь гордиться городом, из которого ты, это тоже важно. Надо уметь гордиться университетом, который дал тебе профессиональное знание. Ну, и школой, конечно, да. Вот, поэтому вот это все факты, они связаны с трудоустройством. Сегодня при беседах со специалистами эти факты тоже учитываются. Это все, знаете, как бы такая невидимая часть, которая позволяет корпорации понять, приобретают они себе верного партнера, который будет уметь традиции сохранять, или все-таки это просто человек, проходящий мимо, и, как бы, так сказать, временная личность. Поэтому тоже учитывайте это в своих, как бы, так сказать, карьерных построениях. Спасибо. Итак, мы готовы перейти к Нижнему Новгороду. Нижний Новгород. Да, слышно? О, замечательно, мы вас слышим. Отлично. Давайте первый вопрос. Отлично, здравствуйте. Нижегородский госуниверситет Лубачевского приветствует всех участников телеконференции. Марина Александровна, добрый день. Марков Криво Александрович Врио-ректор, и у нас сегодня студенты-юристы, экономисты и социологи. Ваши вопросы? Всем добрый день. Липина Татьяна, студентка третьего курса факультета социальных наук. В сфере развития технологических производств и связанных с ними обеспечивающих кадрами тоже представителей технических специальностей, Марина Александровна, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективу представителей все-таки гуманитарного профиля. Да, вы знаете, вот я хочу сказать вот о чем. Вот тоже, мне кажется, что мы с вами тут гуманитарии, мы оценим эту мысль. Смотрите, в эпоху научно-технического прогресса и обновления научно-технологических укладов, а мы с вами находимся как раз сейчас в этой сфере, в этом периоде, в этой эпохе, да, всегда очень мощно и сильно возрастает роль гуманитарных наук. Всегда. Почему? Во-первых, происходит в технологиях большое высвобождение людей, и люди начинают искать себе занятость. А занятость всегда в гуманитарной сфере, она более высокая. Появляются критики, искусствоведы, появляются специалисты социальных служб, социальные работники, социальная реклама сегодня, да, вот история, которую мы пытаемся с вами как-то вот на себе уже ощутить. Появляются специалисты, которые консультируют, сопровождают деятельность, появляется целый ряд специалистов, которые выстраивают свою карьеру по сопровождению, собственно, других людей и той социальной сферы, в которой мы находимся. Поэтому роль гуманитарных наук, она очень высока. Высока особенно сегодня, потому что вот это гуманитарное знание, например, требует профессиональной сферы. Мы сегодня очень много об этом слышим, но мы не слышим трансфер этого знания от профессиональных специалистов. Но и гуманитарии, как профессиональные специалисты, тоже должны серьезно постараться, потому что сегодня остаться гуманитарием без IT-знаний, без профессиональных знаний в части изменения технологий невозможно. Поэтому, когда выстраиваете свою индивидуальную траекторию обучения, постарайтесь все-таки понять, как же в вашей сфере пригодятся вот эти вот новые технологические знания, умение работать с базами знаний, умение их верифицировать. Это то, что преподаватели сегодня стараются освоить сами для себя и с этим прийти в вашу аудиторию. Верификация знаний. Если в период, когда обучались мы, было модно учить, и это было всегда в профессиональной сфере, учить формировать базы, мы рефераты писали, обрабатывали знания, собирали библиотеки, работали с литературой. Технологический уклад сегодня сильно изменился. Сегодня нам необходимо, чтобы профиль, в котором вы находитесь на обучении, был поддержан верифицированными базами. Чтобы вы понимали, какие базы знаний, которые в массиве своем доступны в интернете, они являются честными, четкими, структурированными, качество материала подобрано, и вы не попадете в лжеисторию, так сказать, доверившись тому или иному ресурсу. Поэтому верификация знаний. Второй ресурс, который тоже поможет изменить подход к гуманитарному знанию, это буквально недавно мы были там на одном из представлений, вот сейчас будет ММСО, Московский международный салон образования. Я всех вас приглашаю посетить. С 10 по 12 он будет. Это традиционный наш 75-й павильон на ВДНХ. И там будут многие технологии представлены. И вот, как правило, на эти салоны идут инженеры, естественно, научники, а гуманитарий говорит, да ладно, это не про нас, что нам там искать. Мы там все в полете фантазии, и мы там, значит, работаем с вербальными образами и так далее. Так вот, мне кажется, что те специалисты из гуманитариев, которые сейчас быстро и хорошо поймут для себя, что знания цифровой экономики, основ цифры и умения туда вложить свои консультации, свои программы поддержки, свои малые бизнесы, свои какие-то системы работы с клиентами, вот эти люди окажутся профессионально высоко востребованными. Поэтому постарайтесь посетить вот эти все истории, понять, насколько в образовательном цикле у вас есть, собственно, те самые фишки, которые профессионально будут востребованными для вас. Меняются музеи, меняются социальные проекты, меняются социальные программы, появляются новые совершенно технологические уклады. И, конечно, гуманитарии не могут остаться в стороне от этого процесса. Это первое. А во-вторых, именно гуманитарии со своим особым складом ума, характера, темперамента, умением общаться с людьми, могут создать тот новый социум, который сегодня необходим в условиях вот этого технологического обновления. Спасибо. Нижний Новгород, мы готовы услышать следующий ваш вопрос. И маленькая подсказка, можно погромче. Здравствуйте, я студент... Здравствуйте, я Египтенко Николай, студент первого курса юридического факультета, обучаюсь по программе специалитета правовой обеспечения национальной безопасности. И у меня к вам вопрос. Как, по вашему мнению, к 2023 году будет востребована кандидатура выпускника юридического факультета при трудоустройстве? Спасибо. Спасибо. Ну, вот этот вопрос как раз вот, наверное, да, с ответом вот чуть-чуть пересекается, потому что, понимаете, мы сейчас много читаем рассуждений, топ там 20 профессий, которые будут там через 10 лет, там еще какие-то, то есть как меняется профессия. Сейчас очень много рассуждений на предмет того, что уйдут юристы, например, потому что появится полностью, да, база верифицированная. Ты вложил там состав преступления, уж не знаю, да, а тебе вышел ответ по каким-то, так сказать, нормативным требованиям его надо привлечь к уголовной ответственности. И до свидания. То есть вот таких рассуждений очень много. Ну, я читаю тоже, как и вы, те же ресурсы, наверное, ну, думаю, что так. Вот, но вот в этих ресурсах рассуждений про профессии очень много. Вот, мы в системе высшей школы, ну, до этого было много рассуждений, что университеты окажутся невостребованы, сейчас все уйдет в онлайн, сел, учись и там, пожалуйста, вы. Вот, опять же, надо вспомнить дискуссии там, ну, я не очень помню, но, тем не менее, возраст мне позволяет об этом говорить, дискуссии 60-х и 70-х годов, когда говорили о том, что все переходит в заочное образование, начинай работать, и дальше уже прям по дороге обучайся, и все у тебя будет хорошо. Сегодня дискуссия примерно такая же, только на новом технологическом витке. То есть сегодня еще появился интернет, который доступен тебе прям дома, ты сидишь как бы там, работаешь с этим совсем, и все это. И поэтому университеты, как вот эта форма очного общения с лекциями, они уходят. Прошел период, заочное образование, как бы, так сказать, себя, ну, как-то показало, помогло части людей в 60-х, 70-х годах получить эту профессию, стать более востребованными, но эта волна прошла, и мы вернулись к системе очного образования. Сегодня мы опять переживаем эту волну. Нам кажется, что онлайн-образование поменяет сами подходы. Я могу сказать, что и в профессии, в профессии, которую вы сегодня получаете, этот технологический уклад тоже будет иметь свою роль. Но уйдет ли профессия юриста, как специалиста, подбирающего решения, там, адвоката, допустим, или судьи, я думаю, что она серьезно модифицируется. Модифицируется за счет технологических обновлений, которые есть. Посмотрите-ка сегодня, каждый носит с собой дополнительную память. В этой памяти можно найти все. И пока преподаватель только произнес какое-то непонятное слово, ты уже точно понимаешь, что за слово, за термин, и как это вообще работает. То же самое, система обработки знаний. Если ты сегодня запросил один раз какой-нибудь там вопрос, тебе система этого интеллектуального подбора уже высыпает кучу новостей про это, и ты уже знаешь по своему гаджету, что именно интересовало тебя в ближайшее время. Ты можешь понять, как меняется твой подход и запрос. Мне кажется, что модификация в профессиях, их профессиональное совершенствование и становление будет иметь достаточно быстрые и достаточно резкие формы. Но востребованность как таковой профессии, она не уходит. Буквально на днях приходили коллеги в цифровой экономике, и для юристов это тоже, мне кажется, интересная позиция, но и для представителей технологических сфер тоже. Смотрите, мы стали разбегать, скоро уйдет прямой контракт. Прямой контракт уходит, следовательно, часть юристов остается под вопросом. Но приходит смарт-контракт. А смарт-контракт имеет, если прямой контракт имеет 7 операций при его заключении, независимо от дальности процесса, то есть ты закупаешь технологию или закупаешь какие-то предметы, ты составляешь контракт и имеет 7 технологических шагов в этот процесс. То на смену приходящий смарт-контракт имеет уже 47 таких опций и операций, потому что идут системы проверки, фильтрации, отбора, комплектования и так далее. Поэтому переход на смарт-контракты требует от вас только умения встроиться и профессиональной подготовки. От нас, как от профсообщества, требуется, конечно, безусловно, быстро менять образовательные программы с учетом этих требований. Быстро помогать вам найти профессиональную основу и ее укрепить и улучшить. Поэтому мне кажется, что вот это профессиональное становление, я не хочу назвать уход из этих профессий, я хочу назвать это профессиональное изменение статуса. Оно серьезно вас поменяет. Вы будете серьезно изменены. Вы будете менять, допустим, систему сопровождения, консультанта, систему секретаря, какие-то программы поддержки. Будет меняться сама техника работы с клиентом. Удаленные доступы позволяют сегодня обслуживать целый ряд клиентов. Надо просто стараться технологически соответствовать. Спасибо. Нижний Многород, ваш третий вопрос. Добрый день, меня зовут Рощина Дарья, я студентка второго курса Института экономики и предпринимательства. И все же на данный момент, наверное, самым актуальным вопросом для... Дарья, не стесняйтесь, можно погромче. На данный момент самым актуальным вопросом является для студентов вопрос, какие же профессии будут востребованы в будущем и на какие навыки, соответственно, необходимо сделать акцент в процессе обучения. Спасибо. Вот встречается аудитория школьников, да, или родителей, которые имеют школьников, да, я, ну и мои коллеги, представители профсообщества дают немножко другой совет, который, я думаю, что вам сейчас не очень поможет, а тем, кому поможет, они, как бы, так сказать, получат удовольствие от этого. Конечно, очень неплохо поступать на естественно-научный или инженерный бакалавриат. Не помогла? Жаль. Вот, я понимаю, что студенты уже университета, они уже выбрали для себя свой профиль, свою траекторию, но вообще-то, да, вот очень хорошо получить бакалавриат в инженерной или естественно-научной базе. Почему? А там система мышления. И нам, гуманитариям, часто кажется, что мы не очень этому соответствуем. На самом деле, погружение в технические решения, в моделирование сопровождает нас всю жизнь. И мы будем все время с вами об этом спотыкаться, этому учиться. Поэтому не теряйте времени, постарайтесь эти навыки и компетенции у себя сегодня уже приобретать. И для этих же ребят потом магистратура естественно-научного, вернее, гуманитарного профиля и пара-тройка языков, да. Вот это формула хорошего специалиста востребованного. И желание поддерживать непрерывность, обучаясь постоянно. Каждый день, как вы смотрите из зеркала, сверяете цвета, не бойтесь себя тестировать на предмет ваших навыков, знаний и компетенций. Проверяйте себя, насколько вы овладели. Сегодня мы вводим электронные среды для всех, и уже завтра вы будете при походе на тестирование. То есть вам вгружают в портфолио, вы говорите, там Excel знаю, да. Тебе говорят, пожалуйста, тестик прошел. Он говорит, а всего 10% у тебя знания Excel, да. То есть надо все время себя там как-то вот поддерживать этими навыками. Вы говорите, я вам английский знаю. Они говорят, пожалуйста, раз, тестик. И сразу же это. И ты видишь, как эти пороги снижаются. Мы вошли в эпоху, когда наличие этих информационных баз и сред является доступным, высоко доступным. Это доступность не только для нас с вами, это доступность и для наших партнеров, которые берут нас на работу, заключают с нами контракты. И поэтому не бойтесь этого. Привыкните к этому как к смотрению в зеркало, сравнению цветов, попытке подобрать украшения. И когда вы будете чувствовать, что это ваш профессиональный настрой, вы будете видеть, как он совершенствуется. Вы привыкнете к этому как к постоянной форме себя обновления. Профессии могут меняться, но не поменяются сами подходы. Потому что всегда необходим человек с определенным, достаточно высоким набором компетенций и знаний, которые способны в квалификацию быть обращены. Поэтому вот прям совет, совет. Я человек достаточно взрослый, но я не отказываю себе даже гаджеты менять по годам. Почему? Потому что у него новая операционная система. Я стараюсь не приобретать ежегодно, в какой-то период один и тот же модель телефона, чтобы въехать чуть-чуть в новые решения. И мне трудно, и меня сначала это все раздражает. Я первую неделю даже не могу трогать этот телефон, потому что нет времени разобраться. Но все время перехожу на это. Или, допустим, переход на английский язык. То есть понятно, что меня там прибешивает. Я не могу все прочитать одномоментно, но зато вгружаюсь в эту систему постепенно. Понимаете, постарайтесь себе создать условия постоянного себя как бы подтягивания, себя обновления. Не бойтесь этого. Это требования современного мира и перспективного мира. В режиме обновления мы перемещаемся в Краснодар. Краснодар. Так, Краснодар пока нас не слышит. Поэтому вопросы из московской аудитории. Наши студенты. Кто? Давайте. Добрый день. Я студентка 4-го курса Кмаро Анастасии, юридический факультет. И мой вопрос Марине Александровне. Нередко государственные органы отказывают от заявок граждан и организации, если выявят в обращении допущенные технические ошибки или опечатки. И вне зависимости от их значимости. И при таком, получив отказ, необходимо заново подавать весь пакет документов. Но почему нельзя предусмотреть процедуру при мест отказа, рассмотрении, наоборот, обращении на, допустим, выявленных ошибок и на исправлении их? Спасибо. Ну, спасибо большое. Вопрос хороший. И действительно является предметом, так сказать, раздражения большого количества, ну, и организаций, когда им отказано в подаче, в приеме документов. И, конечно, физических лиц, что особенно грустно. Вот. Вы знаете, информационное общество тоже совершенствуется и тоже меняется и обновляется. Сегодня мы серьезным образом обсуждаем ту систему фильтров, которая не примет от вас документы, но позволит прямо на уровне фильтра уже не пропустить эту ошибочку, и вы сразу можете иметь право ее исправить. Вот эта система фильтров позволит вам, собственно, видеть ее. Это уже видно во многих пластиковых картах, когда вы оформляете там разного рода такие документы. То есть там загорается красным это слово, как и действует сегодня вот в режимах там Т9, да, вот такие вот технические решения. Этот процесс быстро меняется. Я буквально на днях наблюдала за транслейтерами, как они меняются, да, и видела, как они сегодня уже переводят языковые фразы, как они их усовершенствуют, расставляют там запятые. Это касается и русских переводов, это самое транслейтеров, касается там буквально языковых. То есть я думаю, что это время, дело ближайшего времени. То есть в фильтрах, которые будут позволять вам войти в систему, появится специальный кодификатор, который не позволит вам догрузить эту информацию. Если же отсылка идет через почту и разного рода вот такие виды доставки, то системы, понимаете, сейчас же многие организации пытаются исключить человеческий фактор из приема и обработки документов. Системы сканирования очень распространены по приему документов. И все конкурсные процедуры первый этап пытаются рассматривать технически. И вот эта техническая история, она не дает возможности техническому средству, открывающему, принимающему ваш пакет, выстроить такой подход. Поэтому я за то, чтобы использовать фильтры и все-таки избегать этих ошибок. Потому что любая ошибка фамилии в статусе, в имени приводит к целому ряду последствий. Ну, например, вот те, кто имеет фамилии букву Ё, те знают, какие катастрофические катаклизмы развиваются из этого. Вот. Поэтому все-таки за то, чтобы привести это, ну, вот как бы на уровне технической истории, устранить до момента подачи. Спасибо. Так. Давайте с вами попробуем попасть в Тулу. Тула, вы нас слышите, вы нас видите. Добрый день, Тулуна. И мы вас слышим. Вот замечательно. Замечательно. Добрый день еще раз. Тульский государственный университет приветствует вас. Кмечов, Ольга Анатольевна, начальник управления научно-исследовательских работ. Во-первых, хотелось бы поблагодарить организаторов данного мероприятия за предоставленную возможность нашему университету поучаствовать в беседе и задать свои вопросы. Здравствуйте. Аспирант Тульского государственного университета Грачева Инесса. В этом году я заканчиваю аспирантуру, планирую защитить кандидатскую диссертацию и остаться работать в своем университете и поступить в докторантуру. Скажите, пожалуйста, будет ли рассматриваться вопрос о государственном финансировании докторатуры? Спасибо. Спасибо большое. Ну, что касается докторантуры, на сегодняшний момент это право контрактных взаимоотношений самих университетов. И университет, выстраивая контракт со своим коллегой, определяется с тем, как это сегодня работает. Вопрос хороший. Вы знаете, я вот не могу сказать, что я как-то, допустим, сейчас могу его до конца прокомментировать, потому что мы периодически возвращаемся к этой теме. Сегодня мы серьезно настроены были, там, несколько лет на поддержку социальных лифтов для тех, кто магистратуру выстраивает. Потом наступил следующий этап аспирантуры, и сегодня мы серьезно, я видела из числа ваших вопросов, вопросы по аспирантуре. И мы серьезно настроены на то, чтобы выстроить систему социальной поддержки и защиты, и все-таки усилить институт исследователей, тех, кто остается в аспирантуре, и тех, кто, заканчивая аспирантуру, остается работать в университетах и ведет научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность. Но вопрос докторантуры на сегодняшний момент, наверное, требует такого обсуждения, но здесь все-таки вопрос ученых советов университетов. Надо понимать, насколько и как такие программы будут поддержаны. Вопрос формирования научных статусов, наверное, для университета, я имею в виду. Поэтому услышала, знаете, запишу, да, надеюсь, как не последний раз встречаемся, да, поэтому подумаю. Хорошо, спасибо. Безусловно, взаимно мы тоже надеемся. И следующий вопрос из Тулат мы тоже хотим услышать. Добрый день. Магистр второго года обучения в Воронке Денис. Я хотел бы у вас поинтересоваться таким вопросом. В этом году я заканчиваю магистратуру и хотел бы продолжить свое обучение уже непосредственно в аспирантуре. Имеет разговор о том, что в этом году будет изменен процесс вступления в аспирантуру. Я хотел бы у вас поинтересоваться, будут ли эти изменения и когда они будут падиться. Ну, нет, никаких процессов по изменению в аспирантуру у нас нет. Нет, бюджетные места тоже существуют. Университет каждый выходит на конкурс и борется за те бюджетные места, которые поддерживают аспирантскую подготовку. Речь идет о том, чтобы усилить статус, во-первых, аспирантуры. Во-вторых, вот Инесса перед вами вопрос задавала. Как раз речь идет о том, я благодарна ей. Надеюсь, что количество таких аспирантов, которые защищаются в срок и готовы со своими диссертациями выйти в назначенное время, их будет подрастать это количество. Поэтому для нас аспирантура, как факт формирования исследовательской площадки, является очень важным фактом. До 2024 года, за период реализации национальных проектов, мы намерены привлечь только в систему научно-образовательных организаций порядка 30 тысяч новых исследователей. Учитывая, что сейчас в аспирантуре на обучении находится порядка где-то 45 тысяч бюджетных аспирантов в стране и где-то порядка 40 тысяч контрактных аспирантов, которые учатся на контрактной основе, это порядка 90 тысяч аспирантов, надо отметить, что процент защит очень низкий. Нам бы хотелось все-таки поработать с повышением этого процента, чтобы молодые люди эту ответственность осознавали. И, конечно, эту ответственность направить и на сами университеты. Университеты, которые брали и просили бюджетные места для аспирантуры и брали ребят на контрактную форму обучения, должны тоже эту ответственность разделять. Поэтому защита диссертации как итоговой, выпускной, как квалификационной работы, дающая статус кандидата наук, она является обязательной частью. Поэтому, если какие-то изменения при поступлении в аспирантуру будут происходить, они будут происходить только потому, что университет имеет низкое качество защит и выпускников в аспирантуре. Вот поэтому вы должны тоже на этот момент обратить внимание. Поэтому смотрите внимательно за аспирантской подготовкой. При аспирантуре и магистратуре еще очень важным фактом является выбрать правильно руководителя себе. И это позиция, которая должна быть вами правильно понята. Вас должны интересовать не просто милые и хорошие профессора и преподаватели со всем уважением к профессорско-преподавательскому корпусу, но вы должны понимать, что за этими коллегами должны быть исследования. Они должны быть признанными в мире науки и в мире исследователей. То есть у них должны быть гранты, должны быть публикации соответствующего уровня. И только это позволит вам получить руководителя человека, чье научное имя имеет вес. Следовательно, и ваша научная карьера будет складываться более успешно. Обращайте внимание на эти позиции. Спасибо. Третий вопрос из Тула. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я обучаюсь в адренатуре в Тольском государственном университете. У меня такой вопрос. Я обучаюсь на отличной оценке. И предусмотрена ли для нас, адренатур, повышенная государственная стипендия, как на других уровнях подготовки, бакалавриат и специалитет? Спасибо. На сегодняшний момент, соответственно, это определяется уставными требованиями самого университета и министерством. По-моему, предусмотрено, а как нет? Мне кажется, предусмотрено. У меня вопрос. Это вы медицинский, тульский медицинский? Вы знаете, я себе помечу, но повышенная стипендия – это обязательный атрибут студенческой жизни. Для специалитета, бакалавриата, магистратуры и ординатуры эта позиция должна быть обязательной. Я себе помечу. Спасибо большое. И посмотрю на это. Хорошо. Услышала. Иногда, особенно в регионах, повышенная стипендия бывает настолько незаметно повышенная, что даже и незаметно. Может быть, с этим связано. Я не знаю, насколько Яна успокоит этот ответ, но обязательно обращу внимание. Хорошо. Я думаю, ей больше понравилось то, что ее вопрос был услышан и взят на заметку. А мы с вами плавно перемещаемся в Казань. Да. Казань. Уважаемая Марина Александровна, уважаемые коллеги, добрый день. Казанский федеральный университет приветствует вас. Спасибо за возможность поучаствовать в телемосте. Проректор Казанского федерального университета Таюрский Дмитрий Альбертович. Мы готовы озадачить вас своими вопросами. И первый вопрос из зала. Здравствуйте. Студент юридического факультета Коффман Яков. У меня к вам такой вопрос. С каждым годом в юридических факультетах России сокращаются бюджетные места. Скажите, с чем это связано? Как юристам хочу сказать следующее. В соответствии с законом об образовании, расчет бюджетных мест, на которые распространяется гарантия государства, ведется на основании закона об образовании. И расчет этот ведется с учетом образовательной когорты, то есть тех молодых людей, которые в возрасте от 17 до 30 лет находятся. И с учетом этого ведется расчет по образовательной когорте, там на 10 тысяч населения выделяется 117 бюджетных мест. Образовательная когорта, она имеет тенденцию к движению, то есть меняется состав. И с учетом этого рассчитывается норма. Сейчас в стране идет конкурс контрольных цифр набора на 20-й год. Сейчас все университеты подают эти заявки. В этом конкурсе заявлены все потребности, которые сформулированы были по следующей цепочке. Значит, сначала центры ответственности по планированию в стране подают свои заявки. Эти центры ответственности, ну, например, говорим о правовой части, ну, о юристах подготовки. Они, безусловно, понимают, что юридическая подготовка важной частью является. Но помимо этого, для удовлетворения тех потребностей, которые есть в этом ведомстве, нужны специалисты IT-подготовки других сопровождающих. А квота за ними закреплена одна. Поэтому им приходится как-то в этой квоте, так сказать, искать варианты выхода. Дальше они отправляют этот запрос, направляют их в регионы. И каждый субъект Российской Федерации подтверждает свою необходимость тех или иных специалистов получить на подготовку в своей территории. Затем эта квота возвращается снова в центры ответственности и там корректируется с учетом вот этих вот пожеланий субъектов. На основании всего этого длинного процесса Министерство образования, рассчитав общую норму контрольных цифр набора с учетом этой потребности, пытается запустить конкурсные процедуры. Вот в конкурсе 2020 года, который сейчас объявлен, могу назвать следующие цифры. Сейчас на конкурс вынесено порядка 509 тысяч бюджетных мест. Порядка 390 тысяч бюджетных мест – это конкурс, в котором объявлены специалитеты бакалавриата. Он соответствует той потребности, которая была объявлена в прошлом году. Эта потребность за счет бюджета, за счет специалитета и бакалавриата способна в стране покрыть 57% выпускников школ, которые сейчас находятся в 11 классах и готовятся к выпуску. И дальше оставшаяся часть, порядка 116-117 тысяч – это магистратура, ординатура и второй уровень образования. Вот эти все цифры, они являются такой жестко расчетной базой. Изменение в подготовке специалистов в запросах происходит за счет изменения запроса от этих центров ответственности, от субъектов. Действительно, 15 лет назад очень большой спрос был на экономистов. В стране полностью менялась экономика, полностью менялась правовая система, полностью обновлялась педагогическая система. И все это обновление привело к тому, что большое количество контрольных цифр набора было закреплено за этими группами специалистов. Постепенно в условиях запроса и регионов, и территорий это соотношение меняется. Сегодня в регионах достаточно уверенно и быстро нарастает запрос на подготовку инженеров, айтишников, естественно, научных специалистов и так далее. Вот эта система планирования, она срабатывает именно так. А так как по сравнению с прошлым годом контрольные цифры набора в этой части, и здесь мы бакалавриат и магистратуру сохраняем, потому что вот в этих младших группах, ну я имею в виду дети от 17 до 18 до 20 лет, происходит уже прирост населения. Поэтому в этом году на 20-й год вынесенные 509 тысяч вот эти, да, они были распределены с учетом сохранения и чуть-чуть наращивания на бакалавриате специалитете, да, и вот чуть-чуть регулирования в магистратуре. Поэтому это достаточно такая, ну, как это, строгая конструкция, которая учитывает территориальные производственные предпочтения всей страны. Поэтому мне кажется, что здесь объективны эти изменения. Раз растет, например, несколько лет подряд у нас не рос спрос на нанотехнологов, на физиков, на биологов. И как мы видим, за последние 2-3 года этот спрос начинает активно меняться. Появляется в стране огромный запрос на эти группы специалистов. Конечно, это меняет пропорции и соотношения. Поэтому вот примерно так. Спасибо. Спасибо, Марина Александровна. Переходим к второму вопросу. Следующий вопрос из казани. Да. Добрый день. Я студент первого курса юридического факультета Левшин Даниил. И у меня такой вопрос. Не стесняйтесь, говорите громче. Хорошо. Ежегодно выпускники университета сталкиваются с такой проблемой, что на работу берут лишь с опытом. И где им этот опыт, собственно, взять? Спасибо. А еще раз на без, но громко. Ежегодно студенты, выпускники университетов сталкиваются с такой проблемой, что на работу берут только с опытом. Но где им этот опыт взять? Ведь они только что выпустились из университета. Спасибо большое. Спасибо. Да, это действительно проблема. И знаете, она еще поддержана тем, что сами молодые люди, даже если себе находят работу в процессе студенческой своей жизни, они не всегда ищут ее по специальности и по направлению подготовки. Они предпочитают не соглашаться, например, с юристов. Они не идут помощниками в адвокатуре. Или, допустим, они предпочитают выбрать себе, ну, не знаю, там, какое-нибудь кафе или какие-нибудь места для работы, которые не соответствуют их профессиональному профилю. Мне кажется, что здесь такая двусторонняя наша с вами ответственность. Вот у медиков это более распространенная часть. Ребята идут санитарами, идут туда в клиники, потому что им важно почувствовать, насколько они вообще потом могут быть дальше медиками. Мне кажется, что в наших профессиональных группах это тоже должно быть поддержано соответствующим интересам к своему профессиональному полю. Не бойтесь выбирать себе для текущего места работы не супермаркет, не бар с ночным там каким-то это, а то место работы, куда вы хотите пойти потом дальше профессионально. Во всяком случае, вы хотя бы поймете, как вообще выглядит ваша профессия и что она собой представляет. Наверное, услышу мнение о том, что кто вас туда возьмет и как эта вся история сработает. Конечно, да, то есть для того, чтобы быть востребованным, необходимо быть нужным. И поэтому сегодня все эти там волонтерские истории тоже по-разному работают. И здесь важно сегодня понять, хочешь ли ты в этой профессии закрепиться. Вот среди актеров это распространенная история. Они идут работниками сцены или дворниками вокруг этого театра и дальше встраиваются в систему. Не хочу никого обидеть и не хочу никого расстроить, но хочу сказать, что все-таки себя в профессии надо уметь почувствовать. Это первая часть. Вторая часть связана уже больше с правовыми вопросами. Сейчас в Государственной Думе находится на обсуждении законопроект, называется «Об организации производственных практик». Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодой человек получил право погружения в профессию уже в период обучения, чтобы его производственная практика, во-первых, имела модульный характер с одной стороны, а во-вторых, позволяла тем молодым людям, которые имеют такую возможность, два дня в неделю проводить на своем предполагаемом впоследствии рабочем месте, тем самым совершенствуя свою производственную практику и вырабатывая те навыки, которые необходимы. А остальную часть проводить уже в аудиториях для обучения. Поэтому вот этот законопроект об организации производственных практик мы будем очень благодарны, если вы тоже как юристы, как специалисты профиля отреагируете на него и поддержите его в публичном пространстве, в тех обсуждениях, которые сейчас происходят. Спасибо большое. Спасибо. Итак, третий вопрос. И обращаю внимание, что в ближайшие полчаса у нас еще много интересных форматов предусмотрено. Да, но сейчас еще третий вопрос из Казани мы хотим услышать. Да, спасибо. Студент юридического факультета Казанского федерального университета Чайка Андрей. Не стесняйтесь, говорите громче. Хорошо. Вопрос, связанный с аспирантурой также. Он немножко поднимался сегодня уже, но все-таки хотелось бы узнать, каково направление, скажем так, нынешней политики и политики будущих... Наверное, попросим на БИС. Будущих, политики будущих пяти лет в отношении студентов, заканчивающих магистратуру в ближайшее время. Поближе, пожалуйста, микрофон держите. Мы вас не слышим, Казань. Сейчас слышно, лучше. Еще громче. Насколько сейчас все-таки государство заинтересовано в том, чтобы магистранты, заканчивающие магистратуру, поступали в дальнейшую магистратуру? Или все-таки на сегодняшний день лучше обращать свое внимание на уход в практику и, соответственно, в работу уже дальше? Спасибо. В национальном проекте развития науки и в федеральном проекте кадровый потенциал предусмотрено за этот период создание рабочих мест в научных институтах и в образовательных организациях до 30 тысяч. Это достаточно большое количество молодых людей, которые сегодня будут с интересом трудоустроены в системе высшей школы и в системе научных институтов. Поэтому я всем, кто желает свою карьеру с этим связывать, очень настойчиво рекомендую поинтересоваться этой формой занятости. Спасибо большое. Итак, мы хотели бы еще услышать вопрос от московской аудитории. Пока, соответственно, кто у нас желающий, поднимайте руку, вам несут микрофон. И за время, пока будет следующий ответ, чтобы нам подготовиться к следующему формату. Мы немножко поменяемся местами, да, но сейчас ваш вопрос. Здравствуйте, Струева Анастасия, студент юридического факультета второго курса. У меня вопрос к Марине Александровне. И на одной из конференций прозвучало мнение о том, что современные профстандарты должны меняться каждые три года. Но бакалавры, они учатся четыре года. Соответственно, кажется, что знания, которые получены в первый год обучения, они устаревают к моменту выпуска. Как вот вы считаете? Спасибо большое. Вот я бы две эти истории разделила. Смотрите, каким образом. Профстандарт – это профессиональное требование там, на рынке труда, которое облегчено квалификациями. Образовательный стандарт действительно должен опережать и соответствовать. Но образовательный стандарт появляется только в ответ на профстандарт, на то требование, которое там сложилось. Поэтому, безусловно, сегодня тот подход к профстандартам, к образовательным, который реализован, он реализован с учетом знаний, компетенций и навыков, которые за счет модульных вот этих всех историй могут меняться. Понимаете? Поэтому задача профессионального сообщества педагогов – как раз создать такой образовательный стандарт, который будет учитывать вот эту стратегическую потребность в профессиях. Поэтому мы очень стараемся в этой части с профсообществом как бы такие возможности учитывать. Спасибо. Марина Александровна, в рамках телеконференции одна из форм, которые мы используем – это режим открытого интервью. Это те вопросы от регионов, которые поступили к нам по темным причинам в интернет-формате. И если вы не возражаете, то мы бы хотели к такому формату тоже перейти. И, соответственно, в развитии тех вопросов, которые сегодня прозвучали, и, может быть, немножко расширив горизонты того, что мы обсуждали, первый вопрос, связанный с новыми технологиями информационными. И звучат иногда фразы, что именно обществу нужно приспосабливаться к новым технологиям. Как Вы считаете, насколько это оправдано, исходя из того, что все-таки технология – это инструмент, и они должны давать возможность комфортного существования для человека и общества? Насколько нужно к ним приспосабливаться? – Я тоже могу согласиться с позицией того, что все-таки технологии, их появление рождают, безусловно, разные новые подходы, но запрос общества не имеет границ. То есть его технологическое сопровождение теми инструментами, о которых Вы говорите, это, мне кажется, взаимообуславливающие такие две истории. То есть появляются одни решения, и нам кажется, что они уникальны, и вдруг мы видим, что появление каких-то новых решений опять меняет те подходы, на которые мы только что настроились. Мне кажется, что это больше лежит в области вот этого непрерывности образования. То есть его надо все время повышать, потому что изменение технологий, ну, собственно, как это, делает тебя встроенным в то общество или в тот уровень общественных отношений, которые есть вокруг. Так что Вы? – Следующий вопрос тоже в режиме БЛИЦ, но, опять же, он волновал, насколько я знаю, многие вузы сейчас, согласно образовательным стандартам действующим, вуз должен обеспечить в том числе учебной литературой студентов. А в отношении, в особенности магистратуры этот вопрос возникает. Как быть с теми предметами, которые настолько на «вы», что по ним еще учебников даже не написано? – Вы знаете, вот мне кажется, что сам формат поиска вот этого тоже инструмента обучения, вот это информационное сопровождение, которое мы используем в подготовке и бакалавров, и специалистов, он, безусловно, требует оперативного реагирования, безусловно, требует быстрых подходов и быстрых приемов, от чего появляются спецкурсы, от чего появляются разного рода форматы таких вот трактовки авторской. Мне кажется, что здесь очень важно усилить роль профессионального сообщества. Профессиональное сообщество должно быть вовлечено через разного вида сетевые партнерства в этот информационный обмен. Почему появились сетевые программы, сетевые модули, почему сегодня появляется и активным процессом обновления этих взаимоотношений является онлайн-обучение. И как-то так сложилось в последнее время в нашей преподавательской среде, что мы говорим о том, что онлайн-обучение – это для студента. Да ну нет же, мне кажется, в первую голову. Это как раз для педагога-преподавателя, желающего понять и почувствовать, как это профсообщество сегодня взаимодействует. И мне кажется, что это очень важный момент. Преподаватель, который имеет доступ к такому обновленному ресурсу и через методическое единство может его оперативно принять, вот в этом как бы успех, собственно, тех обновлений, о которых мы говорили. Следующий вопрос, который тоже поступал из разных вузов, он связан с определенной бюрократизацией образовательного процесса. И в рамках совершенствования законодательства, в том числе в целях обеспечения безопасности образовательного процесса, недавно появилась необходимость предоставлять справки о отсутствии судимости, об отсутствии профессиональных заболеваний опасных. Но, как показывает практика, иногда угроза-то не в преподавателе, а в сокурсниках. И, может быть, есть смысл этот механизм распространить и на студентов тоже? Вы знаете, ну, это вопрос, наверное, больше вот юридического как раз же обсуждения, обсуждения в профессиональном сообществе, да, это важная часть. Что касается преподавателей, педагогов, мне кажется, это требование вполне понятным и законным в отношении профессорско-преподавательского состава. В ряде случаев это позволяет, ну, во-первых, все-таки обеспечить, в том числе и спокойствие родителям, которые отправляют этих детей на обучение. Не всегда это свой город, это иногда и совершенно разные территории, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это спокойствие было поддержано. С другой стороны, это формирует профессиональную среду, профессиональное сообщество, и мы все понимаем, что это требование общее для всех. Что касается наблюдения за сокурсниками, за, собственно, студенческой средой, ну, коллеги, нам никто не отменял, у нас с вами есть совершенно в законе об образовании, прям с первой позиции обучения, да, образования, это воспитание и обучение. Поэтому тема воспитательная может быть не в таком контексте, как водить за руку, но она является частью нашей профессии. Поэтому мы обращаем внимание на микроклимат, который складывается в коллективе, обращаем внимание на ту среду, которая формируется в студенческих кампусах, в общежитиях, обращаем внимание на ту среду, которая складывается в группах молодых людей, для нас это важно. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы ребята чувствовали себя защищенно, уверенно, профессионально, чувствовали себя в появлении профсообщества. Ведь для них это та самая среда, с которой они будут общаться свои следующие 30-40 лет. И если им даже сегодня кажется, что они не так близки со своими однокурсниками или теми людьми, с которыми они взаимодействуют, то мы-то с вами, люди постарше, знаем точно, что мы первые 5-10 лет не очень хотим встречаться с ними, с однокурсниками, но потом наступает чудесное время, мы видим себя в разных профессиональных средах и начинаем общаться все больше и серьезнее. Поэтому для них это тот профкруг, с которым они будут сталкиваться все последующие, ну, 40-50 лет профессиональной карьеры. Поэтому наша-то задача сохранить этот микроклимат, поддержать его и дать возможность им эти профессиональные навыки, и профессиональные в том числе, и навыки, собственно, вот этой комьюнити, поддерживать. Поэтому, да, согласна, что надо это как-то формировать. Сейчас нередко вузы сталкиваются с ситуацией, когда работодатели по тем причинам создают собственные образовательные центры, в которых в закрытом режиме готовят своих сотрудников. При этом такие центры, как правило, не имеют собственной лицензии образовательной. И насколько, на Ваш взгляд, эта проблема сейчас актуальна? Ну, Вы знаете, во все времена периодически там возникают вопросы или самообучаться, самообразовываться, или обращаться к этим программам обучения, к сообществу профессионального. Мне кажется, что любая закрытость обучения всегда приводит к одним и тем же результатам. То есть результаты эти не так хороши, не так высоки, как мы рассчитываем. Поэтому все-таки сегодня сложившийся устойчивый термин академической мобильности, он касается и студентов, и эта мобильность для них открыта, но и должен касаться педагогов и преподавателей, потому что это позволяет не только получить дополнительные знания, увидеть лучшие навыки, лучшие практики, получить обмен этими практиками. Любая закрытость в этой части, она не полезна. И завершающий вопрос нашего открытого интервью в рамках телеконференции Райского юридического клуба связан с ситуацией, когда на рынке образования появляются какие-то компании, которые предоставляют якобы образовательные услуги, но, опять же, штрафов они не боятся сегодняшних. В случае, если даже они закрываются, то открывается аналогичная фирма с аналогичными услугами. Как Ваше министерство планирует эту проблему решать? Спасибо. Сегодня в рамках национальных проектов, в частности, вот я начинала, говорила о новых возможностях для каждого, этот федеральный проект сегодня ориентирован на развитие разного форм непрерывности образования, то есть доп. образования и доп. проф. образования. И вот в рамках этого проекта нам кажется, что сегодня университеты должны сказать свое слово. И здесь я обращаюсь к профессиональному сообществу университетов, потому что если университеты не станут сегодня центрами доп. образования и доп. проф. образования, и не откроют двери для молодых людей, не только имеющих статус студента этого университета, они откроют двери для молодых людей, которые подумывают об университете или уже давно закончили в разные периоды времени этот университет и не начнут здесь получать доп. образование, мы будем считать, что с этой задачей университетское сообщество не справилось. А нам бы хотелось, чтобы это все-таки произошло. Университеты это мощные центры коммуникации, мощные центры концентрации профессионального сообщества, педагогов, преподавателей, людей, формирующих научную среду, культурную среду. Поэтому хотелось бы, чтобы это все стало открытым и доступным центром просветительства, популяризации науки, популяризации разных образовательных программ. Поэтому я думаю, что мы должны как-то в общем составить вот эту не просто альтернативную часть, а создать такую хорошую инфраструктуру и использовать ее на обучение всех уровней, всех программ и всех желаний, которые возникают у наших сегодня партнеров, у населения. Спасибо. Мы переходим к следующему нашему формату, который мы условно называем слово ректору. Виктор Георгиевич, мы хотели бы, чтобы и вы задали какой-то из ваших вопросов, а может быть какой-то сюрприз подготовили. Пока, соответственно, вы формулируете ваш вопрос, нам бы хотелось передать Марине Александровне те книги, которые наработаны уже юридическим сообществом и изданы. Я думаю, что будет интересно, они достаточно разнообразные. И, соответственно, слово предоставляется ректором Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Виктор Георгиевич Мартынов. Мы, во-первых, очень благодарны Марине Александровне за то, что она к нам приехала в университет. Благодарны всем участникам нашей сегодняшней дискуссии, нашим коллегам в других вузах. У нас это мероприятие, вы знаете, традиционное. Мы регулярно в рамках юридического клуба встречаемся и внутри университета, и с коллегами по видеоконференции со многими вузами страны. И это очень полезно. И действительно, вот такое обсуждение, оно позволяет нам делать шаг вперед вместе, как органам правления, так и университетам. И главное, что каждому из вас. И у меня вопрос, собственно говоря, такой. Вот как регулировать дополнительное образование студентов внутри вуза? Потому что много программ внутри, которые не входят в тот базовый стандарт, который дает вуз. И у нас, например, есть программа компетенции Z-карьерный конструктор. Есть, значит сказать, вот допустим, рабочие профессии мы даем нашим студентам, технологам. Вот много разных, в общем, вещей, которые важны и нужны. Их в образовательный стандарт, во-первых, невозможно вставить и невозможно заранее это все предусмотреть. Да и в стандарт это и не нужно. Человек должен, во-первых, сам себе выбрать дополнительные вот эти компетенции, которые он в процессе получает. На это, во-первых, нет ни финансирования, нет ни норматива. То есть кто-то делает, кто-то не делает. А вот важность, как раз в рамках сегодняшней нашей темы, возможностей для каждого, наверное, это нужно. Может быть, это дополнительное финансирование, которое сверх образовательной программы. Или внутри какое-то стимулирование нужно придумать. Вот, Марина Александровна, как Вы думаете в этом направлении? Спасибо. Вопрос. За вопрос очень хороший такой, знаете, в этом смысле внутреннего содержания достаточно много. Чувствуется, что эта тема нас беспокоит, и мы действительно часто обсуждаем это у себя в профессиональной среде. Как правильно сегодня, вот в этом наборе, в бешеном наборе инструментов, их много, они разные. Как правильно предложить молодым людям вот эту свою индивидуальную траекторию? Индивидуальная траектория предусмотрена, да, возможностью построения собственного индивидуального плана. Ну, поднимите руки те, кто сегодня заинтересован в этой индивидуальной траектории, но не просто заинтересован, вы же находитесь в сообществе. Кто интересовался, как ее построить внутри своей учебной карьеры, внутри своего учебного плана? Поднимите руки. Вот, молодец. Да, вот. Я и в тех аудиториях тоже рук пока не вижу. Вот, смотрите. Ведь речь идет о том, что индивидуальный план, он выстраивается из образовательной программы. Я всем советую посмотреть на свою образовательную программу. Это первый шаг, который вы можете сделать. Вы берете свою образовательную программу, то есть тот учебный план, по которому учитесь. И видите для себя не просто этот семестр, как кусочек, вырванный из вашей, так сказать, жизни, и мешающий вам жить студенческой жизнью в полном объеме. А смотрите на этот учебный план через призму того, что на входе и что на выходе. Какие предметы сочетаются между собой. Как выстраивается сама линия обучения. Посмотрите на этот свой учебный план, и вы увидите много интересных вещей. Вы поймете, что есть целый ряд позиций, которые пересекаются, и даже непонятные курсы первого-второго года вдруг окажутся вам вполне системно увязаны с теми решениями, которые вы услышите на старших курсах. Попробуйте, коллеги, я именно к студенческому сообществу обращаюсь, попробуйте, коллеги, посмотреть на этот свой план. И тогда вы поймете и увидите для себя. Если вы уже понимаете свою страту, то есть стратификацию, с которой собираетесь выходить на профессиональный интернет. Я уже буду вот к этому молодому человеку обращаться, потому что все остальные интерес потеряли. Значит, вы увидите свою страту. И если вы хотите работать в своем бизнесе, то вам, безусловно, необходимо добрать сюда, в свою страту, модули индивидуального предпринимательства. Там, допустим, проектирование, финансового планирования или чего-то еще. Если же вы хотите работать в крупных корпорациях, то там все эти службы существуют, и вы можете усилить себя другими нормами права или другими позициями. Образовательная программа, она как конструктор, она позволяет вам собрать и добрать те модули, которые вам необходимы сегодня. Не бойтесь выстраивать свою карьеру, будьте требовательны. Будьте требовательны к себе и к той организации образовательной, в которой вы получаете это самое высшее образование в свою длинную профессиональную жизнь. Я вам всем благодарна. Я думаю, что, судя по букету цветов, мы подходим к завершению. Вы знаете, я хочу вам пожелать все-таки, да, личное благосостояние не имеет предела. Рост благосостояния определяется сегодня, вот в наше чудесное время, определяется и в том числе уровнем качественного образования, которое вы имеете. Постарайтесь сделать для себя так, чтобы ваше знание и ваш набор вот этих самых компетенций, которые вам пригодятся в течение всей жизни, отвечал вашему пониманию качества и масштабам тех задач, которые вы перед собой ставили. Конечно, можно быть лучшим во дворе и, выходя утром, бабушки будут говорить, вот он молодец у нас, лучший самый, и все будет отлично. И вы будете замечательно себя чувствовать. И это тоже стратегическая линия поведения. Здесь нет ничего ни плохого, ни хорошего. Можно чувствовать себя профессиональным в том сообществе, в каком вы находитесь. Можно чувствовать себя профессиональным, оглядевшись и собрав для себя группу ведущих российских юристов и обратив на них внимание, выстроить свою карьеру дальше. А можно чувствовать себя в соответствии с ведущими мировыми практиками. И это тоже карьерный путь. У вас сегодня есть все возможности для этого. Постарайтесь свою профессиональную жизнь выстраивать с учетом ваших ожиданий. Я вас всех обнимаю, желаю вам всем удачи. Спасибо. Александр, большое спасибо вам. Во-первых, я благодарю всех за участие. Я не думаю, что совсем было бесполезным оно для многих. Я хотел бы дать три комментария по поводу трех вопросов, которые прозвучали от Казанского университета. Очень коротко, я знаю, все устали, я больше трех минут не займу. Первый вопрос о контрольных цифрах приема. Все, что сказал Марина Александровна, совершенно верно, это есть тот государственный механизм планирования. Но вопрос заключается в том, что это планирование идет от сегодняшнего дня. Да, там есть прогнозные значения, пытаются прогнозировать рынок труда через пять лет, потому что мы понимаем, что по специальности идет такой, выпуск через пять лет. Но регионы, они не заказывают, не заказывают места соответствующие. Что касается юристов, да, существует расхожее мнение. Вы посмотрите, вот почитайте, бизнес онлайн, да любые газеты почитайте. Юристов, экономистов полно, они все безработные. Чего-то я такого не наблюдал, так? Но в обществе создается такой стереотип. И вот не посылают запросы на соответствующие места. Да, но здесь есть и роль государства, роль министерства образования, роль министерства науки высшей школы, которая в Москве, они должны прогнозировать. Наши вот недостаток небольшой, и вот Марина Александровна сегодня говорила об этом, что мы ориентированы на рынок, вот вы востребованы на рынке сегодня, вот мы начинаем делать на рынке, это глупость, мы не можем работать на рынок сегодняшнего дня, мы будем стагнировать тогда, мы должны работать на рынок, даже не работать, а формировать рынок завтрашнего дня. Поэтому мы должны предлагать такие образовательные программы, которые будут востребованы в том плане, что выпускник сможет найти себе хорошее место работы, я не говорю по специальности, обратите внимание, он себе найдет место в обществе, и он будет работать так успешно, насколько позволяют его возможности. И именно поэтому Европейский банк реконструкции и развития, когда приезжал 10 лет назад в Казань, и проводили опрос у институтов, тогда факультетов Казанского университета, это как раз был заезд Европейского банка реконструкции и развития, когда определяли облик Казани как студенческого города, чтобы универсиаду раскрутить. Значит, когда они спрашивали, сколько выпускников работает по специальности, ответы, которые были больше 50%, они рассматривались как негативные. Почему? Потому что если у вас половина выпускников работает не по специальности, это очень хорошо, значит, они себя находят, вы даете качественное образование. Так, теперь коротко, второй вопрос у нас какой был? Да, могу, пожалуйста. А как же тогда, то есть, система образования может готовить, то есть, может принимать вы, если те же самые рабочие... Так, я еще раз, я понял ваш вопрос, я просто не хочу много задерживать людей. Коротко, вот есть университеты, а есть технические, технологические, как угодно, профильные институты. Вот все, что касается технических, технологических, профильных институтов и так далее, вот они должны удовлетворить рынок сегодняшнего дня. Университет по своим задачам, почему это универсальное образование, оно должно формировать рынок будущего. Иначе мы будем стагнировать. Если вы почитаете историю создания Болонского университета, что это было такое? Это практикующие люди собрались и стали приглашать к себе профессоров, чтобы они их научили чему-то новому, чтобы был новый рынок создан. Вот был толчок развития университетов. Так, второй вопрос какой у нас был? Про стаж, про опыт. Это достаточно сложный вопрос. Вы юристы в основном здесь сидящие, экономисты, вы понимаете, что вся правовая система, это не просто так, что приняли федеральный закон об образовании, и все, там он один закон. При принятии этого закона, значит, нужно поменять другие федеральные законы, кучу подзаконных актов, чтобы все это работало. И вот когда это делали, это не проработали, к сожалению. Почему? Не проработали требования к стажу и так далее. Потому что на самом деле в Минсоцтрудах, в котором положение там прописано, написано, что на такую квалификационную должность принимается человек со стажем работы. Вы выходите, там немножко неправильно не опыт работы, а стаж работать требуется. Ну, некоторые трактуют как опыт работы. Опыт работы, я скажу вам так, что вы можете сказать, что я вот обучаюсь в магистратуре или в бакалавриате, я вот там подрабатывал в банке, вот это был опыт работы. Но в трудовой стаж это вам могло не зачеститься. Вот требования есть к стажу работы как раз, понимаете? Остальное все от лукавого может быть. Вот со стажем работы, это непроработанный закон, на самом деле, вот. И сегодня вот здесь, значит, институт психологии и образования тоже есть, да? Вот, например, они заканчивают магистратуру, так? Как их принять на должность, продолжим, учителя? Как? Потому что есть требования квалификационные, что должен быть стаж работы. У вас стажа работы нет. И все, кто принимает вас на работу, они нарушают закон. Все абсолютно. Вот это и есть непроработанность. Более того, когда принимали закон об образовании тоже, не продумали, что есть бакалавриат, есть магистратура, и в трудовых отношениях не предусмотрели совершенно, что, вернее, осталось то же самое. Вот специалитет был, да. Вот приходит человек после окончания университета, говорит, я, говорит, специалист. Там отдел кадров, там, или руководитель предприятия понимает. Да, специалист, но это же годами было, да, выстроено, там, 50-60 лет университета готовили специалистов. Да, все понятно, что с ним делать. А приходит бакалавр или магистр. И вот начинают все репу чесать. А чего с ним делать? Чем они отличаются, бакалавр и магистр? Потому что руководитель предприятия, он не понимает этого, в чем разница. И самое, что главное, не понимает, там, тот кадровик, или хэдхантер, как угодно, который занимается подбором кадров. Вот ответ на этот вопрос. И третий вопрос у нас был какой? А, про аспирантуру. Да, это, значит, про будущее, так? Но мне вообще странно слушать от юристов, такой вопрос был немножечко, поскольку вы отлично знаете, что аспирантура является третьим уровнем образования, и многие органы правосудия сейчас, и Госпоммуниципальные службы требуют, чтобы были вот эти все стадии пройдены, чтобы должен быть иметь степень магистра и степень аспиранта. Вернее, не степень аспиранта, а... Там по-другому это формулы. Преподатель исследований пишется в дипломе, да, там, значит, пройти этот квалификационный уровень, то есть обучение. Там, кстати, очень мало стандартов, которые это требует 15 уровней. Поэтому в остальных это вообще не востребовано ничего. Поэтому, если вы хотите двигаться по карьерной лестнице, вы должны понимать, что вы должны обучаться не только для того, чтобы заниматься наукой, так, вас сейчас, например, ну вот, Лиль Талгат, наверное, лучше скажет, чем я, вас в прокуратуру там работать или куда-то не возьмут без... Надо соответствующую должность без степени магистра. Вас они просто не возьмут. И не в госслужбу, я знаю, там никуда не возьмут. Поэтому здесь вопрос очень такой простой. Вот. Ну, в целом, значит, вы видели все, что здесь есть, слышали вопросы, и я думаю, что это поможет вам при выборе профессии. А что касается вот последнего, то, что говорили про индивидуальную образовательную траекторию, то да, это очень хорошая вещь, и это нужно делать. Значит, ну, для магистратуры это, естественно, это вообще для каждого должна быть индивидуальная образовательная траектория, с моей точки зрения. Так, для бакалавров я бы рекомендовал так, что первые два года все равно есть жесткий план, а вот третий, четвертый курс уже можно выходить на индивидуальную траекторию и набирать модули, потому что все равно, когда вы поступаете в бакалавриат, вы еще не совсем понимаете, кем вы хотите стать. Два года вполне достаточно для ориентации. Все, спасибо. Теперь я готов ответить на вопросы в частном порядке. Остальных не смею право задерживать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok